МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 12-м канале новости в прямом эфире в студии Екатерина Булучевская. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Не просто волна, цунами. Новая атака коронавируса обещает стать самой мощной за всю пандемию. Страна постепенно возвращается к тотальному локдауну, ужесточить ограничения могут и в Омске. Не уступил дорогу. У ленинградского моста троллейбус протаранил маршрутку. Новые подробности о состоянии пострадавших. Вместо подсчета – кража данных. Мошенники решили подзаработать на переписи населения. Расскажем, как отличить волонтера от афериста. Запасайтесь валидолом. Матч получится адреналиновым и ярким. Уже сегодня вечером ястребы скрестят клюшки с питерскими армейцами, которые считаются лучшими в реализации своих бросков. Какую тактику нужно выбрать нашим, чтобы победить? Анализ и прогноз на игру. Максима Гречанина. И попал в оконный плен. В одном из омских дворов развернулась настоящая спецоперация по спасению кота. Руководителям компаний, которые не смогут полностью остановить деятельность предприятий в нерабочие дни, рекомендовано на это время задействовать минимальное количество сотрудников. Об особенностях режима, который будет введен уже на следующей неделе, рассказали представители Минтруда. На зарплате омичей внеплановый отдых не скажется. При этом полного локдауна не будет. Руководитель предприятия может самостоятельно определить количество сотрудников, которые продолжат трудиться. По возможности специалисты советуют использовать дистанционные технологии. Для этого у работников должно быть все необходимое. При определении численности состава работников, которые планируются привлекать к работе в указанные дни, необходимо исходить из минимально необходимой численности работников на рабочих местах. Указанные дни объявлены президентом именно в целях снижения числа контактов, осуществляющихся работниками не только при рабочем процессе, но и при передвижении и обеспечении доступа на рабочие места. Добавлю, что отпуск из заведения нерабочих дней продлеваться не будет. Что касается работы поликлиник и больниц, они примут пациентов в штатном режиме. Отдыхать медики будут только в праздничные дни с 4 по 7 ноября. На это время останется лишь дежурный врач. В случае нарушения права мячам советуют обращаться в трудовую инспекцию по телефону 21 09 18. Специалисты проведут проверку. После нерабочей недели станет ясно, нужно ли в Омск области ужесточать меры контроля. Дополнительные ограничения не потребуются, если заболеваемость пойдет на спад. В противном случае сообщают местные телеграм-каналы. Посещать торговые центры, кафе и рестораны мячи смогут только при наличии QR-кодов. Новые правила могут быть приняты уже на следующем заседании оперштаба. В Омске сейчас фиксируют больше 400 случаев заболевания ежедневно. В отдельных российских регионах ситуация гораздо сложнее. Чтобы сбить темпы заражения, в Москве было решено ввести тотальный локдаун. Уже с четверга в столице закроются развлекательные торговые центры, кинотеатры, салоны красоты и концертные залы. Рестораны смогут работать только на вынос и на доставку. По московскому сценарию с 30 октября будет жить и Санкт-Петербург. Власти пошли на это, чтобы избежать наплыва туристов из других регионов. Посетить люди смогут только театры и музеи. И то при наличии сертификатов о полной вакцинации или же справке о перенесенном заболевании. Они же потребуются и тем, кто отправляется на отдых в Сочи. Это одно из условий заселения в санатории. Потребуют QR-коды и при входе в рестораны, торговые центры, кинотеатры и спортзалы. Между тем, омские театры и концертный зал разрешат заполнить на 100% уже в ноябре. Это позволит сделать все та же система QR-кодов, которую запустят с 8 числа. Зрителям необходимо будет иметь с собой один из двух документов. Это QR-код в электронном или печатном виде, который выдается после полного курса вакцинации или же перенесенного в течение полугода коронавируса. Пропуском может стать также справка оригинал, а не копия о том, что человек переболел COVID-19. Можно будет предъявлять и прививочный сертификат. В течение двух недель работникам сферы культуры предстоит максимально проинформировать зрителей о новых правилах посещения, в том числе и о сдаче или обмене билетов. Самое главное — сохранить здоровье омичей. Безусловно, некое время должно пройти, чтобы посетители наших учреждений привыкли к этому формату работы. Все мероприятия, запланированные к проведению на ноябрь, у нас сохраняются. Прежде всего, это вся текущая деятельность наших театров, Омской филармонии, выставочные экспозиции. Так, в ноябре у нас театр «Галерка» приглашает посетить показы в рамках первого фестиваля «Достоевский Омск», приуроченного как раз к юбилею Великого писателя. Поэтому культурная палитра остается насыщенной. Мы остаемся открытыми для омичей, для гостей города. К другим новостям. Пострадавших накануне в серьезной аварии на Ленинградской площади уже отпустили домой с больницы. ДТП произошло в минувшие выходные. 42-летний водитель троллейбуса двигался по проспекту Карла Маркса и на перекрестке с улицы Масленникова нарушил правила. При повороте налево не пропустил газель. Микроавтобус на скорости влетел в общественный транспорт. В итоге медицинская помощь потребовалась сразу нескольким пассажирам маршрутки. В БСМП номер один после ДТП на Ленинградской площади были доставлены 5 человек. Всем была оказана медицинская помощь и все после осмотра врачами в удовлетворительном состоянии отпущены домой. Характер травм у пациентов – ушибы, ссадины. За нарушение правил дорожного движения водителю троллейбуса грозит административное дело и штраф в тысячу рублей. Более серьезным будет наказание для виновницы другого ДТП на проспекте Королева. 51-летняя владелица Тойоты Приус вылетела навстречу и протаранила две легковушки. После чего ее иномарку отбросила на третье авто. Пострадали шестеро человек, среди них шестилетняя девочка. Виновница аварии была пьяна и без прав. Ну а в Таврическом районе 33-летняя автоледи на Тойоте вылетела с трассы в Кювет. Машина перевернулась. Врачи госпитализировали водителя и двух пассажиров, в том числе шестилетнего ребенка. И еще одна перевернувшаяся машина в Омском районе. С автодороги Омск-Муромцево на Ниссане вылетела 17-летняя студентка без прав. Девушка погибла на месте, а ее 18-летний пассажир сейчас в больнице. Минимальный взнос на капремонт в Омске может увеличиться почти в два раза. С таким предложением выступила региональная Минэнерго. Согласно документу, уже с начала 2022 года плата за один квадратный метр площади квартиры поднимется до 11 рублей 43 копеек, вместо прежних 6 рублей 70 копеек. Как поясняют специалисты, из-за того, что сумма не меняется уже 8 лет, дефицит фонда сейчас составляет 1 миллиард 600 миллионов рублей. Новый проект постановления уже отправлен на антикоррупционную экспертизу, затем его представят на рассмотрение регионального правительства. Добавлю, что с вопросом по пересмотру тарифа представители ведомства выступали еще в прошлом году. Увеличить его предлагали в полтора раза. Однако тогда губернатор Александр Бурков принял решение не поднимать плату из-за пандемии коронавируса. Поезд «Владивосток-Омск», график которого был нарушен из-за ЧП на железной дороге, вновь курсирует по расписанию. Авария, напомню, случилась в Амурской области. На одной из станций водитель грузовика выехал на пути на красный сигнал светофора. Машинист пытался затормозить, однако не смог остановить локомотив и избежать столкновения. С рельсов сошло 14 грузовых вагонов. Погибли водитель автомобиля и помощник машиниста. Рабочим пришлось восстанавливать пути и контактные сети, из-за чего были задержаны 6 пассажирских поездов, в том числе Владивосток-Омск. Отставание от графика составило 6 часов. Сейчас все составы курсируют по расписанию. Амичей предупреждают о случаях нового вида мошенничества. На этот раз аферисты играют роль переписчиков. В стране, напомню, продолжается масштабный опрос населения, в первую очередь в зоне риска пенсионеры. У них преступники пытаются выяснить информацию о доходах, а также получить сведения о родных и месте работы, чтобы узнать, когда в квартире или доме никого не будет. Также правоохранители отмечают, так как перепись в этом году проводится в том числе и в онлайн формате, мошенники могут рассылать СМС с просьбой передать свои личные данные. Отвечать на такие сообщения ни в коем случае нельзя. Чтобы не стать жертвой преступников, важно помнить, что настоящие переписчики одеты в специальную форму. У них всегда при себе служебное удостоверение, бейдж и паспорт. При этом требовать какие-либо документы и задавать вопросы, касающиеся финансов, переписчики не имеют права. Амичей просят быть внимательными. А если вы все же стали жертвой мошенников, нужно незамедлительно обратиться в полицию. Хоккей, биатлон и шорт-трек сразу в трех видах спорта. Нашу страну могут представить омские спортсмены на Олимпиаде в Пекине в 2022-м. Олимпийский комитет России опубликовал расширенный список. В него вошли около 600 человек. Среди потенциальных участников – омский биатлонист Игорь Малиновский и бронзовый призер чемпионата Европы по шорт-треку Павел Ситников. Кроме того, в состав попала и целая пятерка хоккеистов. Нападающие Илья Михеев и Кирилл Семенов, играющие сейчас за Торонто Мэйпл Ливз, Егор Чинахов из Коламбус Блю Джекетс, а также Владимир Ткачев из Лос-Анджелес Кингс и Ярослав Аскаров из системы СКАМ. Отмечу, что на данный момент ярче других себя в Северной Америке показывает Кирилл Семенов. Играя за Торонто Марлис, он в минувшие выходные забросил дебютную шайбу и сейчас является лучшим бомбардиром команды. Авангард против лучшего вратаря КХЛ. Сегодня вечером в Балашихе ястребы сразятся с командой СКА из Санкт-Петербурга. В составе армейцев играет лучший на данный момент голкипер по коэффициенту надежности, проценту отраженных бросков и количеству сухих матчей. Ларс Юханссон, который еще в прошлом чемпионате бился в финале против Амичей, но в составе ЦСКА. Предстоящий матч должен собрать немало зрителей у экранов телевизоров. Он является единственным в рамках сегодняшнего расписания в КХЛ. Встречу 12 канал, как всегда, покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 22.15 по омскому времени. Ну а Максим Гречанин уже готов рассказать, что ждет Авангард на домашнем льду. СКА в Балашихе против Авангарда – это всегда зрелищно и интересно. И учитывая то, как играли команды именно в Подмосковье в последние сезоны, болельщики вправе рассчитывать на то, что сегодня матч получится адреналиновым и ярким. Особенно добавляет красок тот факт, что СКА в прошлом межсезонье, в 2020 году, избавились от Дергачева, Якупова, Прохоркина и Каблукова. Все эти четыре хоккеиста сейчас играют в Авангарде. И больше всех наверняка сегодня заряжен будет на игру против армейцев именно Наиль Якупов. Потому что в четырех матчах против СКА в составе Авангарда, на предсезонке в составе мячей, а также в составе Амура в прошлом чемпионате Якупов набрал 4 очка. Поэтому сегодня именно от Наиля ждем адреналинового всплеска и того, что он поведет команду за собой. Если говорить об армейцах, то вполне возможно, что сегодня за СКА дебютирует Микка Лехтанин, атакующий защитник, права на которого СКА получил из Йокерита. Пока Лехтанин не сыграл ни одного матча, ни с Йокеритом в одном из прошлых туров, ни против Кунь-Луня, но вот сегодня велика вероятность того, что именно он в матч против Авангарда дебютирует. И мы увидим противостояние одного из самых результативных игроков обороны Авангарда, Оливера Каски, и одного из самых бросающих защитников теперь у СКА, Микка Лехтанина. СКА это команда, которая является одним из лидеров по реализации своих бросков. Больше 11%, это очень высокий показатель. Плюс ко всему СКА является лидером Запада по заброшенным шайбам 71%. Но этот факт не должен смущать болельщиков и не должен никак напрягать нас с вами, потому что треть шайб СКА забросили в ворота Адмирала, Амура, Кунь-Луня и Витязя. Если обратить внимание опять же на игру СКА и именно на выезде, то 4 поражения из 7 армейцы потерпели как раз играя в гостях. При этом в каждом из этих 7 матчей армейцы пропускали первыми, что говорит о том, что сегодня нам желательно забросить раньше оппонентов и затем уже контролировать ход матча и не давать подавить себя во втором и в третьем периодах, где петербуржцы традиционно сильны. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Вызволил кота из плена. Видео спасательной операции, которая развернулась в Омске, появилась в соцсетях. Животное застряло в окне, оно было открыто на проветривание. По словам очевидцев, в ожидании помощи мяукать до хрипоты коту пришлось несколько часов. Один из прохожих решился спасти беднягу. Подтолкнуть кота, стоя на земле, не получилось. Тогда мужчина вскарабкался на подоконник, схватил пленника за шкирку и бросил в комнату. Так что спасательная операция увенчалась успехом. Отмечу, что открытые окна очень опасны для питомцев. Попав в такую ловушку, кошки получают серьезные травмы и даже могут погибнуть. Купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют доставка бесплатна. Монтаж быстро, только до конца октября. Купи теплицу и получи парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Сон с пользой для здоровья. Компания Биоса из Германии предлагает омичам матрасы, кровати, одеяло и подушки, изготовленные по новейшим технологиям и из самых современных материалов. Все для комфортного сна. О том, как выбрать матрас, чтобы наконец-то спать с удобствами и высыпаться. А также где в Омске можно оценить качество товаров для сна Биоса. Наш материал. Эксперты уверяют, что качественный сон – залог здоровья и хорошего самочувствия. Здесь, в салоне Биоса, готовы помочь амичам спать с комфортом. Поэтому все кровати и матрасы здесь можно не только потрогать, но и опробовать на себе. Своим клиентам Биоса предлагает первый в Европе зональное одеяло с разным уровнем температурного комфорта. С одной стороны покрытие охлаждает, с другой – согревает. Такое идеально для пар с разными предпочтениями. А подушки, словно конструктор, можно подстраивать под себя. Хит-продаж Биоса-фаворит. Состоит она из разных слоев. Покупатель может адаптировать под себя уровень подушки. Здесь у нас представлено бамбуковое волокно, угольная пена, которая содержит антибактериальный эффект. Также съемный чехол. То есть покупатель может взять, всегда спокойно взять, постирать. Матрасы Биоса с разными по жесткости половинами обеспечивают точечную поддержку позвоночника и подстраиваются под особенности тела. Здесь же можно выбрать подходящее постельное белье и выгодные комплекты две подушки плюс одеяло со скидкой от 5740 рублей. Настроить свой сон омичи могут в магазинах Биоса, в ТЦ «Маяк Молл», а также в торговом центре «Кит-интерьер» второй этаж. Наполнить зимний образ яркими красками на ярмарке пуховиков – новое поступление в ассортименте куртки, дубленки и пуховики. Есть и осенние модели. Специальная мембранная ткань не пропустит влагу и защитит от ветра. Это поможет сохранить тепло даже в самые сильные холода. Подробности далее. Утепляться нужно где? На «Красной звезде». На ярмарке пуховиков огромный выбор теплой одежды для ненастной осени и суровой зимы. Куртки, плащи, дубленки и пуховики всех цветов и размеров. Мы работаем напрямую с фабриками Москвы и Новосибирска. В нашем ассортименте широкий размерный ряд под 72-го размера. Также у нас было большое поступление мужской и женской коллекции. Осенние, зимние, демисезонные модели. Где каждый может найти себе то, что хочет. Куртки и пуховики из мембранной ткани. В такой одежде можно чувствовать себя комфортно при любой погоде. Дубленки из натурального меха с лазерной обработкой. На ярмарке легко найти для себя красивую и удобную одежду по размеру. Сложнее сделать выбор в таком разнообразии. Понравился пуховик. Мы сразу взяли его. В общем-то мы долго даже мерили. Два померили и оба понравились. Не могли долго выбрать. Понравилось. Девочки обслуживают хорошо. У нас, которые женщины обслуживают. У нас все показалось, все примерило, все застегнуло. Очень хорошо. Цена приемлемая. Здесь же можно дополнить зимний образ на ярмарке белорусской обуви. Ярмарка пуховиков будет работать в спорткомплексе «Красная звезда» на Масленниково 142-1 до 28 октября. Покупатели ждут ежедневно с 10 до 19 часов. Спонсор прогноза погоды ИП «Ефременко» Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 26 октября, в Омске и области пасмурно. В городе ночью 0,2, днем плюс 3, плюс 6. В районах в ночные часы 0,1 градус выше нуля, а в дневные часы плюс 2, плюс 4. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 18 октября по 7 ноября. Мед свежего урожая с имбирем, пиргое-восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона» остановка ДК имени Баранова, в ДК имени Молунцева и в ДК имени Свердлова. Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. Таковы новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин